Сенгелейский район Программа «Среда» предложит переименовать на региональном уровне Сенгелей из Блинной столицы в столицу Мусорную. То, как здесь относятся к охране природы и помойкам, шокирует. Местные власти и некоторые жители будто бы задались целью уничтожить окружающие природные красоты. Создается впечатление, что вместо экологов здесь работают отряды карателей, которые целенаправленно и методично уничтожают все живое и красивое. 5 июня вышел первый выпуск программы «Среда», посвященной замусоренному городу Сенгелей. Через две недели Министерство природы отчиталось, что вместе с региональным оператором оперативно очистило мусорные контейнеры. Однако жители района жалуются, что замусориваются их леса. Не тот ли это мусор? Сегодня мы расскажем о мусоре в поселках Кучура и Смородина. Мусор здесь обитает в домах и на предприятиях. Сначала появляется маленькая кучка или пакетик. К пакетику добавляется еще один. Потом еще куча растет. Как только она достигает таких размеров, что человек не может ее перешагнуть, кучу мусора отпускают на волю. В поле или лес, на берег озера или овраг. На вольном воздухе она начинает вегетативно размножаться. Порыв ветра разбрасывают вокруг пакета и пластик, раздувают бумагу. И местность превращается в свалку. Здесь раньше была территория щебеночного завода. Потом он обанкротился и начали сюда свозить частники мусор. А в итоге администрация, потому что никуда мусор не вывозили, сюда близко и они стали сваливать. Затем поджигали этот мусор. Но вот сейчас стали вывозить управляющие компании, другая, Контакт Плюс. Но мусор, тем не менее, сюда прибавляется. Нам не удалось засечь машины, пополняющие свалку. Тем не менее, видно, что отходы, если так можно выразиться, свежие. И это место, как выяснилось, лишь вершина помойного айсберга. А вообще мусора здесь по лесам много? Очень много. Вот сейчас даже в любой метр в лес и кругом свалки мусора. Покажете? Покажем. Коренным жителям жалко местные ландшафты. Как можно заваливать отходами такие красивые места, где лесники, министерство природы, экологи, волонтеры усилиями нескольких жителей ситуацию не исправить? В этих живописных местах раньше были озера, раньше здесь были грибы и ягоды. Все это, возможно, есть и до сих пор, но только вот собирать их совсем не хочется. Все леса завалены мусором. А карьеры, которые остались от добычи песка и щебенки, тоже заваливают мусором. И как животные закапывают отходы своей жизнедеятельности. Некогда в окрестностях делали лучший силикатный кирпич в области. Ныне переработка не ведется. Однако добыча ресурсов продолжается. На месте старых предприятий – помойки. Мусором заполняется огромный карьер. И он не уходит больше никуда. Он остается здесь, его сжигают. Хотя мусор в Европе – это ценнейшее сырье, из которого они изготавливают очень много полезных вещей, которые мы же потом покупаем. Куда бы ты ни направился, в лучшем случае окажешься на краю помойки, в худшем – в ее центре. Помойки есть даже в тех местах, куда, казалось бы, не то что доехать. Дойти трудно. Что оставят после себя власти Сенгелеевского района потомкам? Здесь район богат природными ресурсами – песком, кварцевым песком, щебенкой. Что достанется потомкам? Потомкам достанутся груды мусора, из-под которых придется выкапывать полезные ископаемые. В черте поселков тоже все неоднозначно. Четыре ржавых старых бака быстро заполняются, но вот вывозятся нечасто. Мусорная реформа в России стартовала 1 января 2019 года. Баки здесь поставили в феврале. И с тех пор раз в месяц их вывозили. Первый раз в марте, второй раз в мае. И вот в июне вывезли аж два раза. Жители очень довольны. Вот в свою бытность, я сколько помню своих коренных наших эстонцев, жителей, они никогда ничего не выбрасывали нигде. То есть все сжигалось. А сейчас кусты вырубают, выкидывают. Деревья выпиливают, выкидывают. Вот, пожалуйста, вот здесь вот у нас овраг. Вот там. В 20 веке изставшей советской Прибалтики сюда переселили эстонцев. К новой малой родине они отнеслись очень бережно. Кое-где в черте села эта забота еще теплится. Однако лес, карьеры и овраги вызывают настоящее недоумение. Кто автор всего этого безобразия? Местные власти или дачники? В кучурах и смородине практически нет молодежи. Пожилым сложно обивать пороги администраций. Им сложно содержать леса, луга и озера в порядке. Наверное, где-то есть свой лесничий. Однако увидеть его в этих лесах вживую так же сложно, как найти цветок папоротника. Местные леса – тайная свалка. И вновь вспоминаются слова районного чиновника Рамис Саржанова о том, что свалки в районе не было и нет. Тем не менее, уникальная природа на грани гибели. Свалки периодически горят, могут вспыхнуть и леса. Причем, чтобы мусор загорелся, его не нужно поджигать. Удачно лежащая прозрачная бутылка с небольшим количеством водного конденсата способна сработать как линза и воспламенить кучи пластика, тряпья и веток. Всего того, чем заполнены леса Сенгелеевского района вблизи смородины и кучур. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова